Первая игра всегда не то что мандраж, она немножко нервная, сумбурная. Игроки хотят показать все, что они тренировали, выпрыгнуть и достать до потолка. И это приводит к таким потерям и промахам из-под кольца, так как сегодня были у нас. Самый неудачный момент у нас был в конце второй четверти. Мы, наверное, потеряли немного концентрации и за счет этого дали забить легкий мяч и сами промазали из-под кольца и свободные атаки. Да, мы опробуем еще дополнительные защиты, которые раньше не играли. Все это хотелось сразу игрокам показать. Вот это вот такой сумбур и нервное начало, и вся нервная игра вот такая осколкана. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Но хочу сказать большое спасибо U17. Эта игра получилась большой пользой для нас и для них. Мы понимали, что они будут физически больше нас, выше нас. И мы должны были начать с защиты, а нападение уже должно было как-то самообразоваться. И у нас было очень много, кстати, перехватов в первой половине. Мы много убежали. И вот это принесло нам много очков. Сегодня, кроме задач показать то, что мы тренировали, то, что мы готовили в течение сбора, мы хотели задействовать всех девушек, которые сюда приехали. Поэтому, конечно, ротация была такой, скажем, широкой. И в этой ротации девушкам довольно сложно было играть. Но, тем не менее, я думаю, мы достойно держались три четверти. Немножко не хватило сил. В четвертой четверти проиграли, скажем так, довольно серьезно. Так, думаю, что могла быть игра поровнее. Это была первая игра вообще этой сборной. То есть у нас не было возможности играть в спарринге. Поэтому для первой игры, я думаю, очень неплохой результат. Вся команда была очень заряжена. Мы были очень настроены на U20. Мы понимали, что это будет явно непросто. И, честно, даже не ожидали, что окажем такое сильное сопротивление. Три четверти мы держались вообще очко-очко, даже были впереди. Ну и после месяца только тренировок и игр внутри команды. В принципе, я считаю, что мы выступили достойно.